Они приближали победу, работая на заводах и в полях во время Великой Отечественной войны. Надежный тыл и дух единства бойцов с передовой и тех, кто проявляет себя не в бою, а за станками на предприятиях, смогли обеспечить нашей стране победу в той войне, рассказывают организаторы мероприятия. Тыл всегда был опорой и духовной поддержкой, духовной силой людей, сражающихся на передовой. И во времена прошлой войны, и в тяжелые современные времена дети тыла, и мы это прекрасно видели сегодня, что дети тыла оказывают неоценимую поддержку ребятам. Акция «Дети тыла. Все для победы» была организована Самарской региональной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны труда». Петр Горшков делится воспоминаниями о тех временах, рассказывает, что именно Куйбышев, вторая столица, куда были эвакуированы предприятия и заводы с передовой, стал центром бойцов невидимого фронта. И сигнал трудовых коллективов из Куйбышева с призывом бросить все ресурсы на победу прошел по всей стране. В 43-й год, приходите, помните, были образованы на заводе Масленникова рабочие бригады, когда было самое-самое тяжелое положение у нас в Советском Союзе. Молодые девчонки, молодые ребята вышли с таким предложением создать рабочую бригаду, чтобы работать не менее 16 часов. Кроме ветеранов, в акции приняли участие совсем юные жители Самары. Истории прошлого откликаются в сердцах нынешней молодежи, отмечает глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько. Именно в таких мероприятиях дети воочию видят, о чем и слышат, о чем говорят ветераны. Они проникаются, вы сегодня обратили внимание у некоторых детей, были эмоции, они еле сдерживали слезы. И нам было непросто, потому что слова, которые звучат ветераны, сама атмосфера, которая здесь есть, с учетом того, что совсем недавно мы отпразднули Великую Победу, она тревожит немножко, беспокоит, я имею в виду эмоционально. Поэтому однозначно такие мероприятия в наших детях в памяти останутся навсегда. Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к памятнику несовершеннолетним детям, труженикам тыла. Галина Топилина, Петр Паламеев, События.